32-летнего пиромана из Темникова признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вечером 22 августа 2018 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения проходил по одной из улиц в городе Темниково. Через незапертую дверь он зашел в дом к местному жителю и, находясь в коридоре, решил поджечь пакет с пустыми пластиковыми бутылками. Что он и сделал. Когда пакет загорелся, он покинул помещение, при этом не убедившись, где находился хозяин жилища. В результате пожара дом был почти полностью уничтожен. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. Сам 51-летний владелец жилища получил термические ожоги тела второй и третьей степени. Его доставили в реанимационное отделение, где через несколько дней он скончался от ожогового шока. Следственный комитет начал проверку, как это обычно бывает в таких случаях. И тут возник криминальный след, который привел следователей и полицейских к местному пироману. В рамках расследования было установлено, что осужденный неоднократно привлекался к ответственности за поджоги. Кроме того, в этот день он уже звонил в пожарную часть с сообщением о ложном возгорании жилого дома. В ходе допросов 32-летний мужчина сказал следователю, что поджог он совершил просто потому, что ему нравится поджигать чужое имущество. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Не вступило в законную силу и решение Ордатовского суда 36-летнего ревнивца из деревни Грозная крепость. Также признали виновным в умышленном преступлении. Приревновав возлюбленную, он жестоко ее избил. Травмы головы оказались несовместимы с жизнью. После этого мужчина пошел и сообщил о произошедшем своим соседям. А те, в свою очередь, позвонили в органы внутренних дел. Сотрудники полиции задержали мужчину на месте происшествия. Свою вину Ордатовец признал. У пары остался трехлетний ребенок, который еще не скоро увидит убийцу своей матери. Приговором суда мужчине назначили наказание в виде семи лет решения свободы с отбыванием восправительной колонии в общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Анастасия Семушева, программа «Происшествие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова